Всем привет вам с хайвэй американского. Ну это не совсем хайвэй это такой, знаете. Хайвэй вот там наверху на мосту летают. А у нас вот написано Кэнтон Хайвэй. Ну типа хайвэй, только не совсем, наверное, агрессивно большой. Потому что тут всего, как вы видите, две полосы. А вверху там посвыше, поинтереснее. Мы сейчас проезжаем внизу тоже хайвэй. Мы на мосту проехали. На хайвэях ездить более-менее нормально. Нету ни светофоров, ничего. Скорость зашкаливает. Сейчас я еду сколько? 70 миль в час. Тут можно и больше. Сейчас. Вот сейчас я еду 80 миль в час. Ну это относительно нормальная скорость такая по хайвэям. Наверное шумит сильно, я не знаю почему. Виндер может выключишься. Вот такая вот у нас дорожная Америка. Одни дороги. Дороги, дороги, дороги. Все едут с работы. И мне сейчас необходимо перестроиться. Ребята, пустите. Париж по делу надо. Срочно причем. Срочно. Спасибо. Спасибо, пацаны. Вы настоящие друзья. Сейчас катались с сыночком через несколько городков. Проехали. Проехали в Мариэтту. И заехали в Смирну. Ну что я вам хочу сказать. Жить там, конечно, мне не хочется. Хотя это все равно считается как северная часть Атланты. Но такая северная, что я не знаю, почему она такая не очень. Вот. И мы сейчас едем, наверное, как бы по Мариэтте до сих пор, да? Или что это за район? Мариэтта еще. Вот. Но я все равно не сильно в восторге. Все-таки с нашей стороны, там где у нас Розвель, Альфаретта, Кентон, вот Сток, вот эти все городки, это, конечно, на мой взгляд, топчик, где хотелось бы жить. Ну, еще Каминг неплохой, но Каминг-то уже дальше от цивилизации. Много городков. Вот. Здесь движуха такая, больше движухи, пробки, и толку от этого никакого. Это хайвей бесконечный. Одно только радует, что мы в Техасе, когда катались по хайвеям, там мы случайно залетали на платные дороги. А здесь у нас нет платных дорог. Точнее, может быть, они есть, но вот здесь, где мы ездим, там они не встречаются. Там они как-то не встречаются. Вот впереди штаб лымает, то, я не знаю, какая-то сигнальная машина. Может, пожарка. И вот так вот выглядит Америка. Но здесь, хоть и дороги, кажется, на видео идеальные, все равно они здесь иногда вот такие в заплаточках. У нас там что-то вообще прям гладко. Вот. А здесь все равно пабликс. Можно полетать. Полетаем, полетаем. Ну, сколько? 60 миль я еду. 60 миль это сколько километров, сынок? 100. 60 миль это 100 километров в час. Ну, вот, вот такая средняя скорость здесь по вот этим дорогам. Но это не хайвей, это обычные дороги. Вон красненький. Тормозим. Тормозим. Сейчас отвезу ребенка в церковь. На молодежку, на пицца-дэй. И будем уже решать вопросы наши. Что вам рассказать еще, ребята? Наверное, самые главные и самые интересные новости относительно Америки заключаются в том, что стартанули, наконец-то стартанули вновь пособие и медицинская страховка для всех новоприбывших украинцев. Я не знаю, сколько будет длиться программа U4U. Понятия не имею. Но для всех, ну вот, с сентября месяца все, кто приезжали и до мая, у них не было такой возможности получать пособие, бенефиты. То есть кэш на продукты и кэш в виде долларов. У них не было такой возможности. И не было медицинской страховки. Что касается в штате Джорджия. В других штатах по-другому. И вот люди, конечно же, немножко подрастроенные ехали, ехали на веру свою. Знаете, как-нибудь, но выживем. Хотя это очень сложно вначале. Без страховки быть. Без медицинской, бесплатной. И люди как-то ехали, ехали. И наши друзья приехали. И даже зная, что не получат медицинскую страховку и пособие, все равно приехали молодцы. И вот через месяц, как они приехали, вновь добились в парламенте. Где-то они решают это. Добились сделать особие. Вновь медицинскую страховку сделать. И слава богу. Мне этим очень сильно нравится Америка. что здесь действительно все очень честно. То есть, если первая часть украинцев, которая до сентября приехала, все эти возможности имела, почему не имеет возможности тех, кто приехали позже? То есть, все равно не добьются, чтобы не было дискриминации, чтобы не было, знаете, кто-то лучше, кто-то хуже. И это прикольно. Вот. Поэтому сейчас уже вот, как бы новости выпустили еще пару недель назад. Но сейчас уже официально вчера вышла, вчера или позавчера, бумажка о том, что инструкция, как действовать и как оформлять вот этим вот компаниям. Или ты сам оформляешь эти бенефиты. Или компании, которые помогают украинцам. У нас тут есть парочка, которых я знаю. Вот. Если вам необходимо узнать про эти компании, пишите мне в личку. У меня под видео есть ссылка на мой инстаграм. Или просто пишите в комментариях, я вам отвечу. Две компании, которые абсолютно безвозмездно, бесплатно помогают. У них есть разные сферы возможностей. Одна там, что может помочь там с телефоном, с карточкой еще, помимо всяких кэшей и пособий. А вторая, там есть у нее еще матч-гранты. Ну, короче, если вам интересно, пишите мне личные комментарии. Я вам скину телефоны, куда обращаться. Вот. Но по цифрам хочу сориентировать. Тогда, когда мы приехали, мы были на этом пособии полгода. полгода, хотя муж пошел работать раньше, чем, ну, где-то месяца через два он пошел работать, три. И получается, да, месяца через три. И пособия мы получали шесть месяцев. Шесть месяцев на пятерых человек нам платили, нам дали карточку, на которой каждый месяц приходило что-то вроде около тысячи сто долларов на пять человек, двое взрослых, трое детей. и приходило на отдельную карточку кэш, где-то триста семьдесят долларов. Ну, это такое покупать пенномыльное, что хочешь вообще. Можно машину заправлять, можно что хочешь делать на эти деньги. Вот. Ну, в сумме, короче, грубо говоря, полторы тысячи долларов на семью из пяти человек. Это, к слову, к тому, что некоторые говорят, сидят в Германии и говорят, что ой, мы не поедем в Америку, потому что там нет пособий. Ребята, расслабьтесь. Все есть. Вот. Да, был период, когда не давали, но сейчас снова возобновили. А в некоторых штатах даже не было такого, чтобы прям не давали. Так же точно, как и в других, в Германии, в других странах, для украинцев есть бесплатная медицинская страховка, но она покрывает очень много. Как человек, который столкнулся с онкологией, с операциями, могу сказать, что мне покрыла операцию стоимостью 177 тысяч долларов. Помимо этого, еще штук 5 УЗИ мне сделали от 10 до 13 тысяч каждая. Вот. За этот период уже. И плюс у меня планируется еще одна операция. Поэтому хочу вам сказать, что это просто фантастическая страховка. И пару слов тоже хотела про нее сказать, потому что были вопросы. И буквально сегодня я разъясняла одной женщине по поводу этой страховки. Значит, информация следующая. Что это за страховка и как на нее стать. Я сегодня буквально рассказывала. Значит, это страховка, которая сделана специально для американцев. Не для каких-то переселенцев, беженцев. Это сделано именно для американцев, причем для бедных слоев населения, либо для пенсионеров. И если ты начинаешь хоть как-то там работать, начинаешь плыть, то тебя с нее сразу снимают, и ты должен сам себе выбрать страховку и платить ее. Но какую бы ты крутую не оплачивал, сколько бы ты не отваливал, там тысяча, две долларов, ты не сможешь даже близко приблизиться к тому покрытию страховки, как медикей. Потому что медикей это очень круто. Ну, я не знаю, какая должна быть страховка, чтобы тебе покрыло онкологию, например. Это на грани фантастики. То есть вот эти стоматологические страховки, тоже такая себе история, знаете, не фонтан. Вот сколько мне уже людей сказали, что нет смысла вообще эту стоматологическую страховку платить, потому что она настолько дорогая, что вот эти все случаи с зубами выходит дешевле, чем сама страховка. Вот, потому что все равно, даже если ты платишь страховку, ты там, по-моему, 50% уплачиваешь стоимость ремонта зуба. Вот, ну и как бы хорошая дорога, мне нравится. И то, что сейчас есть таким-то чудом, потому что U4U это даже не статус, это просто разрешение на въезд, и для того, чтобы у тебя был статус нахождения здесь в Америке тебя не выгнали. Тебе надо перейти на TPS статус. Но, несмотря на то, что люди по U4U сидят, они пользуются медицинской страховкой медикей, получают кэш и пособие, это просто фантастика. даже если это пособие дают всего полгода, а потом ну как бы перестают его давать, они смотрят, если ты пошел на работу, тебе перестают его давать. Ну, в принципе, мы сильно не вспотели, не нервничали, когда нам сказали, что все, пособие вы не будете получать, да. А мы больше переживали за вот страховку медикей, чтобы она покрывала нас, детей. И, слава Богу, мы здесь уже второй год, если быть точным, год и четыре месяца. И до сих пор мы на страховке медикей. У нас в семье работает один муж официально. Я там на заработках таких плавающих, которые, можно сказать, не считаются. Вот. И это просто фантастика, что она до сих пор у нас есть. Я сейчас, можно сказать, все вопросы по здоровью решаю специально, пока она у меня есть, эта страховка. Вот. Поэтому можно ехать не бояться. спокойно, ничего вы не потеряете. Там, кто в Европе, некоторые боятся, там, ой-ой-ой. Да, здесь не дают тебе жилье, как дают, например, в Германии, да, еще в других странах. Но, это тоже не совсем достоверная информация. Почему? Потому что, вот, наши друзья в Техас поехали, дают возможность украинцам жить пять месяцев бесплатно в квартире. Двухкомнатной, по нашим меркам, да, семья из трех человек жила, а потом, спустя пять месяцев, они уже начинают платить за эту квартиру. Вот. Здесь, в штате Джорджия, ну, в Калифорнии, там вообще есть куча разных программ, восьмая программа, куча разных программ, и там, товарищ сейчас у меня приехал, тоже с бесплатным жильем. Все это просто надо узнавать, в зависимости, куда вы едете. То же самое здесь в Джорджии. я узнала о том, что вот эта контора, которая помогает украинцам, у нее есть такое понятие, как матч-грант. Что это такое? Это помощь семье на то, чтобы они могли себе снимать или давать жилье. Сколько эта помощь составляет? Всегда отдельный, индивидуальный случай рассматривается, но я слышала, что там что-то на взрослого 200 долларов, на ребенка там, по-моему, 100 долларов в месяц, но там как-то оно расширяется и там даже может быть до полутора, до двух тысяч долларов в месяц на семью. Я буду общаться на следующей неделе с этой девочкой, координатором. Будем узнавать эту всю историю, как это работает, но вот эти матч-гранты тоже не все дают, дает только вот одна контора, насколько я знаю. И то, я думаю, эта информация актуальна на данный момент, потому что все очень меняется. Вот на момент мая 2024 года. Вот, как будет там, например, через полгода, я вам не могу подсказать. Вот, но я же говорю, что и я знаю на данный момент, что есть тоже программа бесплатного жилья, есть такая программа, но просто если брать, например, штат Джорджия и конкретно регион Атланта, то... Подожди, я не туда съехала? Что это? секундочку, не пойму ничего. Поворачивать надо? Да. Если взять конкретно... я смотрю на навигатор, немного... ничего не поняла. Сори, я тут прервалась немножко. Навигатор у меня просто чуть-чуть с ума сошел, но он вернулся. Он показал признаки жизни. Так вот, я осталась на том, что здесь есть такая возможность жить вообще в абсолютно бесплатном жилье, но оно находится на юге Атланты, в таком районе, где вы бы сами не стали жить. Подожди, что опять с ним? Где и так? Что бы вы сами бы не захотели там жить, в этом районе. Поэтому как бы нам такой опасненький район, так скажем. поэтому как есть. Ну, а вообще все абсолютно, кто приезжает, все делают документы, приблизительно занимает это месяц-полтора. Я имею в виду, получают social security на руки, work authorization, получают, сдают на права, получают все необходимые документы, начинают строить кредитную историю, и, соответственно, через уже не знаю сколько там, пару месяцев они готовы уже понырять в жизнь. Вот, поэтому самое сложное это найти себе жилье сразу по приезду и адрес, да, чтобы тебя там без кредитной истории пустили. Может быть, кто-то из знакомых, вот, а потом уже в принципе у тебя все есть, для того, чтобы стартовать самостоятельно. Вот, и мне очень нравится, что в Америке есть, конечно, этот свет в конце туннеля, есть стратегия, если ты первый год учишься жить самостоятельно в новой стране, изучаешь язык, адаптация происходит, и ты привыкаешь к мироустройству здесь, который у нас в нашей зеленой, зеленой, красивой Джорджии, да, привыкаешь к жить по американским правилам, да, всему учишься, дорогам, правилам, язык учишь параллельно, вот, то второй год у тебя уже становится как более-менее стабильный, ты уже много чего понимаешь, начинаешь обрастать имуществом, покупаешь уже, наверное, вторую машину, или уже какие-то движения происходят в этом направлении, у тебя уже понятно, красивая кредитная история становится, выравнивается, да, на второй год ты уже можешь, сдаешь налоги в первый раз, у тебя уже что-то вырисовывается в плане красоты, да, что-то, если ты все делаешь правильно, работаешь, у тебя все, как бы, ну, к успеху идет, то в третий год ты уже смело можешь додуматься о покупке недвижимости, о чем-то глобальном, вот, третий, четвертый год, я думаю, у всех так происходит, потому что, насколько им неизвестно, мы еще будем советоваться с риэлтором, именно на второй год идет понятие легализации, начинают люди делать шаги в легализацию, к получению грин-карты, вот, и начинают, в этом, это тоже такая приличная расходная часть, да, и на третий год, когда у тебя уже все нормально, когда у тебя же есть стратегия, если ты решил остаться здесь в Америке, есть стратегия по легализации, то ты уже можешь думать о покупке недвижимости, чтобы не платить в аренду, а чтобы платить уже за свое жилье, вот, что есть рационально, кстати, сейчас такая интересная тенденция, сейчас недвижимость пошла немножечко вниз в цене, и некоторые риэлторы говорят подождать год-два и будет вообще нормально, все, не знаю, будет ли это так, но в любом случае не стоит бояться вообще брать недвижимость в рассрочку, почему, потому что ты можешь каждый год делать, я забыла, как это слово называется по-американски, ну, короче, анализ твоей покупки недвижимости и делать перекредитацию, то есть ты взял кредит, да, чтобы тебя заново пересмотрели твой кредит, и если недвижимость пошла вниз и тебе выгодно, чтобы переделать договор и платить меньше, то это стоит делать, умные люди так и делают, риэлторы так делают, они делают это практически постоянно, если они берут какую-то недвижимость, потому что это выгодно, вот, поэтому если даже ты купил, когда дом стоил твой, например, ну, взял-то под какие-то проценты не очень удачные, у тебя еще кредитная история плохая, вот, а твой дом вырос в цене и как бы у тебя есть возможность снизить суммы по кредиту, то стоит это сделать, вот, специалисты, специалисты, которые в этом разбираются, вам помогут, я, к сожалению или к счастью, не знаю, не специалист, мы еще пока не купили свой дом в кредит, в рассрочку я имею в виду, ну, если Господь позволит, то все будет, вот, кстати, вот это состояние, когда ты живешь, из чего пока у тебя, там у тебя в Украине была своя недвижимость, а здесь у тебя ее нет, и когда ты живешь в этом состоянии, очень хорошо пребывать, знаете, в таком состоянии подвешенном и духовно возрастать, потому что именно так жил Иисус Христос, именно таким образом, что ему негде было голову преклонить, то есть у него не было постоянной прописки, он постоянно три года странствовал, это сейчас жизнь напоминает не нашу жизнь украинцев, которые странствуют, которые где бы они ни находились, они чувствуют, как будто бы жизнь на паузу свою поставили и не понимают, почему им надо вот это терпеть, всем, кто так думает, я советую переезжать в Америку, а может быть есть, конечно, какие-то страны, которые тоже дадут развитие вам и вы сможете там открыть свое дело и как-то развиваться и может даже приобрести недвижимость, но в моем понимании Америка это классная страна для этого, вот, самое благополучное, наверное, потому что многие, вот я общаюсь с некоторыми людьми из Канады, многие люди, которые видели себя и свой бизнес в Канаде хотят сейчас переехать в Америку, некоторые уже переехали, потому что там немножко руки выкручивают и по налогам и по системе, которая там присутствует, вот, поэтому не так все легко, как казалось тем людям, которые туда поехали, вот, ну все, буду заканчивать видео, оно получилось больше, конечно же, о новых новостях, потому что вновь есть пособие и вновь есть медицинская страховка и очень благоприятное время для переезда в Америку и легче, чем сейчас переехать в Америку не было никогда, не нужны ваши никакие эти путешествия в паспорте, вы можете просто с чистым паспортом ехать и это слава богу, что есть такая возможность, вот, есть вопросы, пишите, либо в инстаграм, либо в комментарии, с радостью отвечу. Все, всем пока-пока, пусть бог благословит вас.